Здравствуйте! В эфире ТВ программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. В этом году зима в Подмосковье наконец выдалась снежная. В некоторые дни января суточный объем выпавших осадков составлял четверть месячной нормы. Об уборке дорог общего пользования и не только. Мы сегодня поговорим с директором МКУ «УПРДОРКОБстрой» Сергеем Вячеславовичем Батушенко и начальником управления благоустройства округа Андреем Александровичем Журавлевым. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте расставим точки над «и» и определимся, что именно убирает «УПРДОРКОБстрой». Организация, которую возглавляют, занимается автомобильными дорогами местного значения общего пользования. Собственно, и все. Их у нас порядка 620 километров протяженностью и 703 штуки. Вот поясним теперь Андрей Александрович, за что отвечает. Ну, мы Управление благоустройства являемся структурным подразделением администрации Одинцовского городского округа, отвечаем за благоустройство общественных и дворовых территорий, в том числе и за проведение уборки в зимний и летний период. А можем ли мы рассказать телезрителям, какие дорожные организации участвуют в уборке дорог в нашем округе? Мы рассказывали про Одинцовское ДРСУ, но ведь не только же оно занимается, правильно? На самом деле у нас 6 подрядчиков у моей организации, которые занимаются содержанием автомобильных дорог. Ну, из них совершенно правильно, это одна из них, это Одинцовское ДРСУ, но и, собственно, она самая мощная, самая большая объем и самый ответственный участок работы. Поэтому, в общем-то, наверное, и я на слуху, и все обсуждают. Ну, и еще есть несколько организаций, 5 штук конкретно, которые занимаются содержанием в других территориях, не только в Одинцово. А кто убирает снег с придомовых территорий? Ну, в нашей зоне ответственности располагаются 13 муниципальных бюджетных учреждений, непосредственно курируемых нами, и также 5 подрядных организаций, которые определены по итогам аукционов в электронном виде. А в дворах какая техника используется для уборки снега? В дворах используем, естественно, средства малой механизации, такие как роторы для очистки пешеходных дорожек, тротуаров. Также используем мини-погрузчики, бабкеты. Естественно, более мобильную технику мало используем, но все равно не обходимся и без крупной погрузочной техники, фронтальных погрузчиков и снеговозящей техники. Также обычные трактора МТЗ-82-320. На дорогах общепользуем, так понимаю, техника тоже серьезно используется. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Во многом у нас техника сходная, но в части, скажем, тракторов МТЗ-82, они у нас используются как на дорогах, так и, как мы слышали, и во дворах. Особенность в чем? Что на дорогах, как правило, используется комбинент дорожной машины, который осуществляет очистку, там, сгребание снега, обработку. Для дворов такая техника, конечно, не нужна, а на дороге она необходима. Ну, еще, значит, используются грейдеры, которые во дворах тоже по понятным причинам не используются, а на дороге они тоже необходимы для того, чтобы раздлили снежные валы, там, и других видов работы. Ну, это основное отличие, да. Также нами используются и фронтальные погрузчики, так же точности, как и во дворах. Ну, самосвалы, понятно, одинаковые, что там, что там. Ну, как особенность, чем, может быть, это лаповые погрузчики, так называемые. Они у нас в Одинцово используются, три штуки, значит, на Ужене-Тросу есть. Но они тоже эффективно их используют на таких дорогах, как Можайская, скажем, шоссе. Ну, такие вот серьезные какие-то магистрали, где есть бортовой камень, вдоль которого они убирают снег. А так, в основном, техника схожая, ну, а люди, понятно, люди, в общем-то, выполняют одинаковые функции. Ну, мне кажется, очень важно рассказать про нормативы, да. Снегопадов в этом году было много, жители ждут, что вот снег уже только-только пошел, дорожники уже вышли на улицы. Вот, мне кажется, что чаще всего так и происходит, а вообще по нормативам. Как быстро должны реагировать на выпавшие осадки? Ну, давайте начнем с придомовых территорий. Ну, ворка придомовых территорий, она регламентируется распоряжением Министерства благоустройства 10-15, которым, собственно, регламент по уборке дворовых территорий утвержден. Также 191-м законом Московской области о благоустройстве. Данное распоряжение, оно подразумевает, что делится очередность объектов уборки. В первую очередь, причащаются пешеходные маршруты, дорожки, подъезды и подходы к социально важным объектам, таким как школы, поликлиники, дорожные станции. При осадках мы должны очищать данные дорожки, чтобы люди могли дойти в течение двух часов после выпадения осадков. К второму этапу относится механизированная уборка и сгребание снега с дворовых проездов. Это мы выполняем в течение пяти часов после окончания снегопада. И цикл замыкает у нас этот вывоз снега, который осуществляется в течение пяти суток после окончания снегопада. А что касается дорог общего пользования, там как быстро дорожники реагируют на изменения погоды? У нас схожие цифры, будем так говорить. У нас регламентируется наша деятельность ГОСТом 50-597. В зависимости от категории автомобильных дорог, соответственно, разные немножко нормативы. Ну, допустим, у нас все дороги – это третья, четвертая, пятая категория. Значит, наиболее серьезная третья категория из наших дорог – это Можайское шоссе. Чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Это Можайское шоссе и Красногорское шоссе. По сути, у нас дорога третья категория, еще разве что Маковского. А остальные – это четвертая, пятая категория. Значит, если мы говорим про Можайское шоссе, то мы должны с момента окончания снегопада проезжую часть расчистить в течение шести часов. Значит, вывоз снега также у нас – это пять суток. Значит, если мы говорим про более низшую категорию, четвертая, пятая автомобильные дороги, там немножко другая ситуация. Мы должны, значит, расчистить дорогу в течение 12 часов после окончания снегопада. С вывозом снега то же самое – там пять суток. Но при этом мы не должны допускать наличие на проезжей части рыхлого снега больше, чем 5 сантиметров толщиной. Ну, а на тротуарах там порядка 12 сантиметров требования норматива. Ну, понятно, что касается Одинцова, мы не ждем, пока снега там нападает там пять или сколько-то сантиметров для того, чтобы, значит, начать им заниматься. Естественно, осуществляется патрульная очистка, также обработка по необходимости. То есть, как такого графика не существует, потому что не существует графика погоды. Поэтому в зависимости от погодных условий применяется, собственно, очистка и обработка. Поэтому, значит, ну, мы стараемся не допускать такой ситуации. Даже как в нормативе у нас указано, стараемся его превыполнять. Другое дело, что, безусловно, значит, все эти нормативы и так далее, они, естественно, разрабатываются, исходя из средних неких значений. Поэтому, когда мы видим, значит, такое, будем так говорить, аномальное количество снега в единицу времени. Потому что, в целом, если взять январь, то, по большому счету, превышения по, значит, выпадению снега нет в целом, если взять месяц. Но, если взять в моменте, то действительно за, там, один-два дня практически половина, значит, норма осадков января выпала. Естественно, когда в обычных условиях идет снег, осуществляется патрульная очистка, осуществляется обработка, большое количество снега тает под действием, значит, противоглоледных материалов. И поэтому он не так заметен, и его, так сказать, ритмичный вывоз, он позволяет, в общем, не допускать каких-то там заметных валов снега и так далее. Но, когда в единицу снега выпадает большое количество осадков в единицу времени, то при очистке, да, формируются валы, и их вывоз, он сопряжен с определенными сложностями. Потому что, ну, понятно, невозможно поставить на каждый метр дороги, там, по дорожному рабочему, скажем, и по единице техники. Хотя и у подрядчика техники хватает, в общем, и людей хватает, но, тем не менее, невозможно объять необъятное. Ну, собственно, и не только в Одинцово такая ситуация, да, это везде, собственно, как даже столица нашей родины, Москва, за рубежом тоже, в общем-то, нигде нет такого, что снег там в течение нескольких часов исчезает там с улиц, да. Поэтому, да, есть определенные, ну, неудобства, может быть, там граждане испытывают, и внешний вид тоже, конечно, не очень. Но, тем не менее, работа выполняется системно. Ну, как мы знаем, у нас есть электронный, будем так говорить, помощник, это добродел, который, в котором люди нам сигнализируют о тех или иных недостатках, там, в нашей работе. С одной стороны, это хорошо и правильно, а с другой стороны, это несколько, ну, ломает плановую работу, что называется, системную, потому что вынуждены реагировать экстренно на какие-то конкретные там замечания, а из-за этого есть некоторые проблемы с некой плановой системной работой, потому что так бригада, к примеру, выходит, идет, очищает эту улицу. У них по плану, к примеру, там, ну, условно, там, очистка улиц Чикина, там, и так далее, на всей протяжении. Поступает какой-то там, значит, добродел, и срочно бригада вынуждена все бросить и бежать, значит, куда-то выполнять этот добродел. При этом, естественно, затрачивается время на передислокацию людей, техники и так далее, перенастройку работы. И получается, что вместо того, чтобы, так сказать, какое-то время они плодотворно и продуктивно работали, они занимаются тем, что они перемещаются там в какую-то другую точку. Это, конечно, ну, усложняет несколько нашу работу. Понятно, что, значит, это не снимает с нас ответственности и так далее. Но, тем не менее, вот что есть, то есть. Определенные трудности есть. Но, как я считаю, мы с ними справляемся. В настоящее время, ну, мы видим, что после снегопада, который у нас состоялся, в принципе, Одинцово уже, ну, я считаю, практически очищено. Есть еще у нас некоторые места там больные, там, в частности, там Трехгорка, например. Мы там тоже работаем. Но, понятно, большое количество запаркованного транспорта зимой, в смысле зимой, в ночной период, когда все возвращаются, очень большие трудности с обработкой дорожного покрытия. Потому что, значит, комбинированная дорожная машина, не всегда возможно, в принципе, проехать, да, чтобы обработать проезжую часть. Поэтому есть определенная проблематика, сложности. Мы с ними боремся, справляемся. Ну, в целом, я считаю, город в настоящее время уже, так сказать, в нормальном состоянии, в нормальном виде. Такие локальные места есть, мы продолжаем заниматься, и, конечно, мы с этим справимся. Уже затронули тему реагентов. Какие реагенты используются во дворах? Реагенты используем самые, так сказать, все, которые ГОСТом утверждают, утверждены ГОСТом. Это обычная соль с содержанием хлоридов, и также песко-соляную смесь для обработки мест, где, ну, либо жители не хотят, чтобы сыпали соль, или реагенты, ну, либо где это просто нецелесообразно, как Сергей Человечевич говорил, на дорогах ниши, категории, там, в деревнях и так далее, сыпем песко-соляную смесь с песком. Поэтому, я думаю, реагенты, как и на дорогах, мы примерно одинаковые применяем. То есть, в общем-то, у вас то же самое, да? Ну, дело в том, что, действительно, у нас обработка производится, значит, технической солью. В принципе, у нас обработка, как правильно наш коллега мне отметил, либо просто техническая соль, либо песко-соляная смесь. Значит, либо еще допускается обработка песком, это те дороги, которые содержатся в накате. Что такое накат? Ну, уплотненный снег, будем так говорить. В принципе, ГОСТ допускает содержание автомобилей, дороги, где интенсивное движение меньше полутора тысяч автомобилей в накате. Это является безопасным, и проблем больших нет, потому что понятно, что и скорость интенсивного движения по таким дорогам, она не высока. Но вот это действительно в каких-то сельских населенных пунктах, может быть, и так далее. Значит, ну, какая особенность есть? Ну, во-первых, соль у нас, ее эффективность срабатывания очень во многом зависит от температуры окружающего воздуха. Например, при температуре там минус 20, уже соль практически перестает работать. Поэтому уже тут преимущественно применяются не химические средства противогололедные, а механические. То есть, соль, песок при обработке, когда песок, колеса взаимодействуют, и за счет трения происходит сработка. Поэтому есть еще вариант обработки, значит, реагентом, как в Москве это делается. Ну, тоже, в принципе, на основе хлоридов сделан, но, тем не менее, температура его срабатывания гораздо ниже. Можно работать при минус 20, при минус 25, и даже, говорят, еще ниже температура. Но есть нюанс в том, что заключается, что, значит, реагент стоит примерно в 5-6 раз дороже, чем соль. Поэтому мы понимаем, что это совершенно другой уровень затрат. И, в принципе, у нас такие серьезные, отрицательные значения температуры зимой не так часто случаются. Как правило, когда у нас сильные морозы, интенсивность осадков не очень высокая. Поэтому, в общем-то, соль и песок соленой смеси хватает для того, чтобы в безопасном состоянии содержать автомобильные дороги. Сейчас в интернете достаточно много фотографий гор снега в разных точках нашего города-округа. Мы уже рассказали, в какой период эта гора вывозится. А вот куда она вывозится? Куда отправляется снег? Ну, на территории Одинцовского городского округа у нас 5 утвержденных площадок для временного складирования снега с последующим вывозом. Данная площадка самая большая у нас расположена на территории Одинцового города. Это улица Зеленая, участок 34. Снегобаза там по всем нормам выполнена, у нее есть твердое основание, она закрыта забором, располагается на достаточном удалении от населенных, ну, то есть, от многоквартирных жилых домов. Также там имеется система ливневой канализации, там очистные сооружения стоят. Поэтому, в основном, туда снег у нас свозится. Она может принимать до 150 тысяч кубов. На сегодняшний день ее заполнение там 50, порядка тысяч кубов. Поэтому место есть. И я думаю, что там проблема с вывозом снега, с местом его размещения уж точно у нас не будет. Как контролируется качество уборки? Вот мы уже поняли, добродел помогает. А каким образом еще? Да, вот мы знаем, как контролируется вывоз мусора. Это четкая фотофиксация до, после определенной критерии по времени. А вот здесь каким образом осуществляется контроль? У нас существует так называемое мобильное приложение проверки Подмосковья. В первую очередь контроль осуществляется с помощью него. Это непосредственно человек, который, условно говоря, мастер или сотрудник, который убирает дворник. Он выходит на территорию, делает фотофиксацию, как вы правильно сказали, до участка того, который он должен убирать. Будь то это пешеходный тротуар или внутриквартальный проезд. И, собственно, в этом же мобильном приложении он закрывает задачу, так называемую, с приложением фотоматериалов. Соответственно, мы их просматриваем и таким образом контролируем. Добродел нам помогает больше выявлять те места, где, скажем так, ненадлежащим образом это было проведено. Сторгами вообще пользуются, наверное, ситуация примерно такая же. Ну, примерно такая же. Единственное, что мы в этом смысле меньше используем фотофиксацию. Фотофиксацию, понятна причина, потому что, если, скажем, идет техника в очистку, что фотографировать? Значит, отслеживается через мобильное приложение маршрута движения техники. Начало, конец. Все эти маршруты, они в системе зарегистрированы. Поэтому, значит, когда техника идет, фиксируется ее начало работы, конец работы. Кроме того, контролируется с помощью систем ГЛОНАСС, как мы все знаем, что это такое. Ну, и, конечно, контроль осуществляется сотрудниками учреждений, непосредственным выездом и контролем. Кроме того, нам помогает территориальное управление в этом деле, потому что они, естественно, находятся непосредственно на территории. И в случае каких-то недоработок, еще что-то, они нам сигнализируют, и мы, соответственно, принимаем меры. Ну, а там уже понятно, что граждане – это все, это наше святое. Обращения, как и через добродел, так же и по телефону обращения бывают, поступают. Но реже сейчас уже письменно, это уже, так сказать, уже… Прошлый век. Ну, не то, что прошлый век, еще они приходят. Но, конечно, их там не в разы, наверное, на порядке меньше, чем вот с помощью электронных связей там или по телефону. Ну, а основное сейчас, конечно, это граждане – это добродел. Если по количеству посмотреть, там, условно, один-два звонка, и на них приходится там 10-20 обращений, значит, через добродел. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Ну, не может не радовать, что скоро весна. Правда, весной начнутся, наверное, уже другие проблемы. Ничего страшного, справимся. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...